Чего не нужно ждать от новой украинской власти. Нюра Энберг специально для РИА Новости. Выборы Украинскую Верховную Раду принесли сенсацию. Победу на них с разгромным счетом одержала партия «Слуга народа», о существовании которой еще год назад никто не знал. Даже главный слуга, президент Зеленский, похоже, не ожидал таких цифр в итоговом протоколе. Совокупное представительство в парламенте этой политической силы, выступившей как партийным списком, так и на мажоритарных округах, превышает половину от 450 мандатов. Это означает, что победитель получает все. Ему не нужна коалиция, чтобы продвигать свои проекты и идеи. Владимир Александрович уже объявил, что теперь ничто не мешает ему выполнить предвыборные обещания, главная из которых – прекращение войны в Донбассе. А пока штаб победителя рискует, извините, ликует и строит переможные победные планы, посмотрим, как отреагировали на итоги выборов гражданское общество и другие заинтересованные лица, а также кратко оценим перспективы. Общество, как обычно, пребывает в состоянии перманентной зарадопереможной гоньбы, смесь предательства, победы и позора. В Вечном Украинском Уроборосе. Другие заинтересованные лица выборочно поздравляют заходящих в Раду. Начнем с наиболее пассионарных. Первое. Самоназначенная элита имени Петра Порошенко, скукожившаяся ровно в три раза, а также вплотную примыкающие к ней радикальные националисты и вовсе оставшиеся за бортом, пребывают в уныние, раздражении и злости. Они уверены, что идеалы Майдана преданы и впереди откат от завоеваний Петра Алексеевича с погружением во мрак реванша. Обозначены даже причины поражения. Дело в том, уверяют обиженные ястребы, что донбасское быдло заразило собой всю страну, понаехав из обстреливаемого оккупационными бронебурятами региона на просторы Ци Европы. Именно эти прирожденные антиукраинцы занесли вирус реванша и обеспечили с помощью руки Кремля оппортунистические настроения в электорате. Второе. Широкие народные массы избирателей, голосовавших за партию Зеленского, счастливы. Они уверены, что молодой энергичный президент, которому они своими голосами развязали руки и язык, сможет показать высокий класс политического мастерства и уверенно поведет страну в лучшее будущее без войны, коррупции и косоруких вредителей чиновников. Особенно привлекает внимание высокий уровень надежды именно на миротворчество Владимира Александровича. И к этой теме мы вскоре вернемся. Третье. Часть, условно говоря, антимайданных политологов и лидеров общественного мнения тоже ликует, мол, монстру свернули шею, гидровойны, агрессии и алчности, олицетворяемая Порошенко, повержена, а впереди победа лучшего над худшим. Они возлагают большие надежды на Зеленского. Бог знает почему. Четвертое. Так называемые ватники растеряны. Оппозиционная платформа за жизнь набрала порядка 14% и еще кое-что на округах, но вполне очевидно, что ее голосов недостаточно, чтобы проводить предлагаемые ее законы. Мы же, отринув разнополярные эмоции, чету надежд и иррациональность веры, попытаемся холодно оценить реальное положение вещей. Итак, победа Зеленского на выборах означает прежде всего то, что он и его политическая партия параллельно с ярлыком на княжине вынуждены будут взять на себя и всю полноту ответственности. Никакие отмазки вроде тех, что так любят украинские политики, он хотел, но ему не дали, теперь не пройдут. Казалось бы, бери и делай. Но нет, еще не узнав окончательных результатов выборов, но уже понимая, что триумф на пороге, Зеленский предлагает Святославу Вакарчуку, получившему чуть более 6% голосов, создать коалицию в парламенте, четко обозначая причину. Мы, мол, идеологически, совершенно близки. В разгар голосования фронтмена популярной украинской рок-группы навещают послы США и Канады, курирующие нашу незалежность, дабы продемонстрировать граду и меру, на кого, собственно, они сделали свою главную ставку. Еще не зная итогов голосования, штаб путчует гостей рябчиками, хамоном и лобстерами. Сам Вакарчук привитивно излучает праздничный оптимизм. Святослав Вакарчук, напомним, уже был народным депутатом. Год его законотворчества ознаменовался полным отсутствием политической активности. Как любят говаривать украинские гости российских телеэфиров, это было зеро. Заскучав, певец Славко Верховную Раду покинул, вернувшись к артистической деятельности. Позже его присмотрела Демократическая партия США, опекала и обучала в Еле. А затем вернула на родину с явной миссией. Перед выборами свежеиспеченный политик многословно выступал, демонстрируя плохо освоенные навыки НЛП и не умея логично выразить ни одной идеи. Но тем не менее очаровал не такую уж и малую часть электората, желающего новых лиц и приколов. Идея Святослава, кстати, абсолютно идентична агрессивным русофобским посылам Порошенко. Евроатлантическая интеграция, Россия враг, никаких переговоров с сепаратистами, борьба за еды на умову и прочее, и прочее. Из оригинального. Только плач по всеобъемлющим правам ЛГБТ и обещания легализовать легкие наркотики. Вот такого соратника выбрал себе президент-миротворец, особо подчеркнув его исключительную идейную близость. Говорит ли это о миротворческих планах Зеленского, о готовности вести переговоры с главами непризнанных республик, с их народом, о смене агрессивной риторики относительно России? Чтобы да, так нет. Эта воля ваша говорит о чем-то совершенно другом, а именно о том, что американцы ясно дали понять Зеленскому, кто за ним присмотрит и с кем ему следует политически дружить. Пока господа артисты будут принимать театральные позы, произносить патетические речи и играть лицами на публике, старшие поделят украинскую землю и оставшиеся природные рукотворные сокровища. Избиратель, впрочем, успешно игнорирует эту реальность, увлечен на споре о том, кто привнесет в деятельность парламента больше приколов. При этом кооперацию с Порошенко Зеленский решительно отвергает. А ведь, скажем, Петро продвигает абсолютно те же идеи и тоже беззаветно послушен кураторам. Кстати, рано радоваться по поводу виртуальной сдачи в утиль Порошенко и его партии. Она все же набрала примерно 8,5%. После того, что бывший президент сделал со страной, это катастрофически, трагически много. Сам Петр Алексеевич смотрит огурцом, сдаваться не собирается и вместе с побратимами приложит все силы, чтобы парализовать любой миротворческий процесс. Он ведь тоже по-прежнему любимиц американских демократов, которые поздравили его с отличными результатами на выборах. Или вот Батькивщина. Такой же идеологический клон. И Юлия Тимошенко неоднократно без стеснения декларировала полную готовность к политическому союзию с партией президента. Но ее в гипотетическую коалицию не берут. Запад давно к Юлии Владимировне остыл. Рассматривается он не нужен практически, но важен идейно. Только Вакарчук. Святослав Иванович готов даже стать премьер-министром и рулить экономикой, о чем ничтоже сумняшися поведал избирателям. Почему бы и нет? Мэр Киева, боксер, президент, комик, генеральный прокурор, бывший арестант, не боги-горшки обжигают. Но пока коалиция только в проекте, можно рассмотреть конкретные дела лично президента Зеленского, интересные именно в разрезе миротворчества. Объявленное прекращение огня в Донбассе не продержалось и дня. Обстрелы не остановлены. Мирные жители накануне перемирия подверглись шквальному огню. В Первомайске погибла женщина, тяжело ранены 7 человек, включая малого ребенка. Разрушены дома. За день до этого украинские бойцы подорвались на своей же мине. Президент выразил глубокую скорбь в связи с гибелью солдат, но ни словом не обмолвился об убитых на гражданской войне мирных людях. Некоторые оптимисты рассматривают возможное сотрудничество партии Зеленского с оппозиционной платформой, что позволило бы, пусть медленно, но все же двигаться от тотальной диктатуры партии войны в сторону мира. Увы, такая кооперация представляется абсолютно умозрительной фантазией. Другие оптимисты утешаются тем, что в Раду не попала партия Свобода, откровенно нацистская. Да, и по мажоритарным округам радикалы в целом перемоги не одержали. Но и здесь особенно радоваться не приходится, ведь профессиональные нацисты отличаются от самодеятельных только избыточной демонстративностью и брутальностью риторики. Содержательно же 75-80% состава Рада исповедуют одни и те же идеи украинской национальной исключительности. Лелеют мечты о реванше, поддерживают войну, публично ненавидят Россию, грезят о евроатлантической интеграции, игнорируя очевидный статус Украины как подмандатной территории. Таким образом, новый украинский парламент пока оснований для оптимизма не дает. Очень хочется ошибиться. Нюрайнберг специально для РИА Новости. Чего не нужно ждать от новой украинской власти? Продолжение следует...